Сегодня день был просто бомбезный. Мы тут номинируем тебя на что-то, ты потом узнаешь на что. Есть одно условие, ты свои трусы рвешь у нас на глазах. Как вы видели меня выгнали, мне было очень обидно. Она вышла со мной в трансформации, со мной в трансформации Юля, которая фитнес-бикини. Есть какие? Никакие, короче. Есть. Я приклеила эти трусы к себе двусторонним скотчем. А как вышел, так сразу обосрался. Ну, ничего, это бывает. Я прессом возьму и свою категорию вообще возьму, короче. Я красавчик. Его надо телюкать, чуть-чуть бить, кусать. Посмотрим, как это будет смотреться. Вы сейчас сами увидите, так что следите на канале Бодимания. Да, вон, турники иди готовься. Все, я поехал. Всем привет! Вы на канале Бодимания. И это фитнес-реалити-шоу «Теперь ты в теме». Сегодня мы увидим, достоин ли из них кто-нибудь победы. И сделали реально качественную форму. Напоминаем, что в предыдущей серии ребята отправились покорять сцену фитнес-уикенда. Покажем, что мы можем, короче. А-а-а! Просушилась по максимуму. Вот, видите, я подготовилась, сделала сценический макияж. Это атмосфера классная, веселье царит, красивые тела. Ребята приехали на солнечный берег Волги, чтобы показать, чего они смогли добиться за время проекта. Погода не подвела, обещали похолодание, но на самом деле супер шорты, футболки. Загорать планируешь? Никто на бойся. Нет, пока еще, пока еще рано загорать. Сегодня мы увидим на сцене худеющих парней с трансформации, сухих и эстетичных мэнс-физиков. Ярких и соблазнительных девушек в бикини и набирающих массу щеглов. Всем им в их нелегком деле помогает Level Kitchen – первоклассное здоровое питание с содержанием белков, оптимальным уровнем жиров и медленными углеводами. Такой рацион позволяет избавиться от лишних килограммов без потери мышечной массы. Погореть сцену вышли мужики из категории «Трансформация сгон веса» или, как их прозвали наставники, «Хомячки». Все показали хороший результат. Правда, пока на сцене он не так хорошо выражен, как на весах. Вообще, я скинул уже 13 килограмм за 2,5 недели. Постараюсь как-то на сцене это показать. Надеюсь, я останусь, очень хочу дойти до конца. Но по заявлениям парней, они не зря 4 недели усердно занимались в тренажерных залах сети фитнес-клубов «Икспит», где они покоряли кардио-тренажеры. Да уж, «Хомяки», как и сцена, выдержали это испытание. Я вижу пару людей, которые именно точно готовы отсюда, наверное, уйти. Потому что нет ни активности ни в чате, ни на тренировках. Некоторые вообще бы не выходили на тренировку. Действительно, нужно обладать большой мотивацией, чтобы позировать с такими объемами. То ли дело, наши накачанные парни, которые даже после сцены продолжали вкачиваться. Многие понимали, что впереди отсев, а стать аутсайдером никто не хотел. Тем более, что всем финалистам скоро достанется еще и порция спортивного питания от партнера проекта. Восстанавливать силы и уверенно идти к победе участникам команды «Спортэксперта Валар» помогает проверенная линейка спортивного питания отличного качества. Пока одни устраивали зарубы, а вторые спорили, кто скинул больше, на сцене стало действительно жарко. Ведь там зажигали будущие звезды в номинации «Фитнес-бикини». Кстати, к ним в строй гармонично вписались девушки из номинации «Трансформация набор веса». Я собираюсь победить, а в роликах меня не показывают, и люди меня не знают. Хотелось бы, чтобы они наконец-таки со мной познакомились. Все-таки у меня есть какие? Никакие фуаруи. Девушек очень бурно поддерживали зрители. А наш проект поддерживает крупнейшая сеть магазинов спортивного питания «Кингстар». «Я похудела, я считаю, что моя форма улучшилась». «Ну, сама довольна результатом? Что тренера говорят?» «Тренера пока ничего особо не говорили, но сама я вижу результаты, мне нравятся. Единственное, я побольше спинку бы мне, а так задница у меня зачетная». Все девчонки показали хорошую трансформацию и внешние изменения. Чего не скажешь про позирование, ведь оно тоже играет важную роль в этой номинации. Также важную роль играет своевременный прием спортивного питания. Бренд V-Time Sport – это спортивное питание от фармацевтической компании «Аквион». Продукты V-Time учитывают потребности организма до, после и во время тренировки. Вообще далось мне это нелегко, было очень сложно держать дефицит углеводов. Несколько, некоторые дни я даже там почти уже падала в омрак, но это того стоит. Следующие на сцене показались парни в шортах. Нет, это не «Мэнс Физик». Это трансформация, набор мышечной массы. «Ты всех сделаешь?» «Конечно, естественно, а как? Вот в этом я уверен, Стопро». «Усы помогут?» «Усы, они в первую очередь помогают, конечно, усы. Они сначала заходят, усы, потом я. Сложнее всем, тем, кто набирает. Вот пацаны-трыщи, вот им сложно набрать, как бы скинуть. Еще можно там, побегал, поусилил. А им вот сложно показать результат именно за такой короткий период. Так что, мне кажется, в зоне риска именно они». Хотелось бы отметить, что набрать мясо за такие короткие сроки очень сложно. Эти парни точно побили рекорд по поеданию гейнеров на этом проекте. «Виктори Нутришн» – линейка премиальных продуктов для профессиональных спортсменов и физически активных людей. Это не так просто, ребят, как кажется, да? Если вы думаете, что ты накачался, встал и вот тебе, пожалуйста, первое место, то нет, нихрена, это так не работает. Тебе нужно напрягать каждую жилку, показать максимальную веносность, максимальную сухость своего тела. И поверьте мне, ребят, это сложнее, чем кажется. Я не ожидал, что это так тяжело. У меня же голова загружилась. А теперь самое время посмотреть, чего добились эстеты нашего проекта. Парни из самой пропорциональной и модельной категории – Мэнс Физик. Здесь так же, как и в фитнес-бикини, важную роль играет подача себя на сцене. Парням есть над чем работать. Быстрее достигнуть желаемого результата им помогает спортивное питание. Геон – эффективные и безопасные продукты, разработаны на основе анализов воздействия спортивного питания на организм. Сегодня участники показали себя на сцене. Тренеры оценили их форму и готовность работать над собой. А теперь пришло время самого печального и грустного на нашем проекте. Наставникам предстоит принять непростое решение. Им придется выбрать трех участников из своей команды, которые покинут проект. Андрей Попов будет решать, кто отправится домой. Но был и приятный сюрприз. Участники могли спасти одного претендента на вылет общим решением. Мы посовещались и решили оставить Евгению, потому что она работает очень прям упорно. Евгению спасли! Женя, мы вас поздравляем, вы остались в проекте. Спасибо, ребята, я вас люблю. Мы очень сплощенная команда, действительно. И мы покажем результат. У меня 140 килограмм, я пришел, скинул. 7, мне кажется, плюс-минус 7 килограмм во мне вообще незаметно. Я это об этом говорил, говорю, я считаю, что это не совсем справедливо. Живой я в Владимирской области и не мог приезжать на тренировки, которые были командные. И из-за этого не сдавал позирования. И отлетел, в общем-то, из-за него, так что я считаю, что все справедливо. Продолжил заниматься дома, за это время набрал 4 килограмма мышечной массы. В целом всем доволен, хорошие ребята, все было круто и позитивно. В команде «Геон» решение принимала Людмила Никитина. Самая эпатажная личность нашей команды, просто он тоже номинирован. Как раз выходи сюда, и твоя тоже минута. Тебя номинировали, ну? И твоя минута славы настала. Выходит, Макс. Одного человека вы вправе оставить. Можете посовещаться и решить кого. Макс! Итак, оставили человека, который участвует в трансформации, потому что в него верят больше всего. Ребята, мы посоветовались. Короче, мы домашнего качка берем себе. Все согласны? Да! Ну тогда тебе придется кого-то четверых выгнать, понимаешь, а не троих. Если, правда, он готов. Я готов. Я исполнял все, что мне говорила Людмила Никитина. Говорю, как было. И я уверен, что ты мне поможешь. Есть одно условие. Ты свои трусы рвешь у нас на глазах. Вот эти вот базара ноль. Базара ноль. Но хочу сказать Людмиле Никитиной огромное спасибо, что она поверила в меня в самом начале, помогла мне дойти до сейчасшнего момента. А вы мне поможете дойти до самого конца и сделать самую лучшую форму моей жизни. Витайме произошла замена тренера. Теперь женскую половину команды будет курировать Оксана Олейник. Тем временем Илья Горошко уже определился с претендентами на вылет. У нас меньше людей, чем у остальных. У нас 13 участников, соответственно, мы имеем такую возможность только двоих исключить из команды. Я думаю, что сегодня мы можем действительно решить, что Антон пока не готов дальше участвовать в проекте. Мы приняли решение исключить Галю, так как она практически не поменялась с самого начала. Галя, пожалуйста. Я должен работать с Галей. Если честно, когда я вышла на сцену, там, прошлась, и я поняла, что фитнес-бедение – это не мое. Я пришла на проект провериться, посмотреть, попробовать. Сергею Родину и Анне Романовой предстоит непростое решение. Ведь из-за спасения домашнего качка им придется выбрать четырех участников на вылет. К сожалению, нам нужно попрощаться с Аделем. Адель, шаг вперед. С Пашей Бойко. Павел. И теперь наши дорогие девочки. Это Настя Соломко. Анастасия. И Юля. Юля. Встаньте сюда, пожалуйста, все. К сожалению, ребята мало изменились по сравнению с другими за этот срок. Одного спасаем. Поэтому давайте вы посовещайтесь сначала. Ребят, кто остались, отойдите, пожалуйста, назад. Встаньте в кружок, посовещайтесь. Мы решили оставить Пашу. Паша. Человек лежал целый день дома, в течение недели, болел с температурой, и мы не смогли подготовить позицию. Только вчера первый день очнулся. Я просил ребятам, чтобы они каждый написали ему личку со словами поддержки, что Паша, проект бросать нельзя. Как я говорила до этого, я хотела, чтобы этот проект покинула Юля из категории фитнес-бикини. Она его и покинула. Но она вышла со мной в трансформации. Со мной в трансформации Юля, которая фитнес-бикини. Юль, зачем тебе это надо было? Трансформация тебя не спасла, как видишь. Мне, даже как человеку, который не судил, а просто смотрел со стороны, было приятно наблюдать эту картину. И я поздравляю всех этих участников проекта. То, что они молодцы за то, что они слушают рекомендации своих тренеров. То, что они сидят, держат диету, тренируются и приводят себя в форму. Тем более, к лету. Просто сделайте красивую фигуру и замотивируйте других людей так же менять себя. Это очень важно в этом спорте. Сегодня был насыщенный день. Участников переполняют эмоции, а впереди еще долгая дорога домой на автобусе Кейл Авто. После того, как я выступил, Попов мне показывал вот так. Я с этого только улыбался. Мне было тяжело, но когда я видел вот этот палец от него, я, если честно, удивился. Потому что до этого у меня была форма не очень, но она сейчас улучшается. И после того, как мы получили офигенный заряд эмоций на этой сцене потрясающий, мы открыли купательный сезон. В этот раз фартануло. Я вообще не знаю, как я с такой формой просто здесь еще задержался. Но, видимо, судьи решили так. К сожалению, ушли у нас три человека. У всех ушло по два. У нас три. Ушла Юля, ушла Настя, ушел Адель. Хотя ребята все яркие, ребята прогрессировали. Поэтому как-то так, друзья. То, что наш тренер просто заменил члена команды, с которой мы с самого начала на домашнего качка, просто не думая, не посоветовавшись команды никак, это, конечно, всех шокировало. Я пока не знаю, как реагировать на это адекватно. Все, кроме домашнего качка, в нашей команде, они именно целостные. Они не создают пустой хайп, они показывают свой результат. Мне хотелось бы с ним продолжать общение как с человеком, но в какой-то смысле я рад, что он покинул нашу команду. Когда выходил на сцену, думал, все, поймал волну, среди всех щеклов буду на первом месте. А как вышел, так сразу обосрался. Ну, ничего, это бывает, как бы со всеми случается. Чтобы мне не пришлось делать пластическую хирургию, я благодарю свою команду за то, что я осталась в проекте. И обещаю, что мой прогресс будет намного лучше, чем он получился на этом выступлении. Спасибо, ребята, я вас люблю. Ожидаемо было то, что сегодня произошло. Вот, если бы отсекали меньше ребят, то я бы осталась по-любому. Если бы, как и планировалось, было два человека на вылет. Вот, поэтому... Я, честно говоря, не понимаю этого судейства. Там просто лучше из лучшей, они богини. Как это можно судить, я не знаю. Вот, мальчиков еще можно отсеивать, да, дрыщей, там, например, вроде меня, да, потому что, ну что это такое? Жалко, конечно, что моего оппонента выгнали, потому что, блин, парень реально старается, ему сложнее. Он жрет вообще просто как не в себя. Я даже, честно вам скажу, кушал поменьше чуть-чуть. Вот, и поэтому, ну не знаю, мне кажется, он бы смог еще чего-то добиться. Ему просто нужно немного помощи. Что скажешь? Может, масса просто не тянется ко мне, она не любит меня. Буду по жизни дрыщом. Но я сломаю генетику, посмотрю. Сломает генетику, хорошо сказал. У меня же нет купальника профессионального бикини, ну потому что я вообще далеко не бикини. Я купила простой купальник, и там труселя на завязочках, вот, и они все время, ну потому что как бы жирки, оно сворачивается все и падает вниз. Я привезла с собой двусторонний скотч, я приклеила эти трусы к себе двусторонним скотчем, а потом я вспотела и скотч отклеился. У меня на сцене просто трусы так сваливались медленно вниз и надеялась, что они до конца не упадут. Вот, это было жестоко очень и страшно. И я забыла про широчайшие, когда они падали. Меня зовут Рома, я новенький на проекте. Мною заменили прогульщика одного, который прогулял две тренировки. Все время после кастинга я продолжал тренироваться, бегать, сидел на правильном питании и не сдавался. Верил, что меня вызовут, и это получилось. Все, кто давно смотрит проект, знают, что и запасных пробивались лидеры. Так что не сдавайтесь и стремитесь к лучшей версии себя. Мне очень понравилась моя тренировка, до начала, до момента, когда я приехала. Спасибо за моими тренировками, которые мне дали возможность продолжать в программе. Я думаю, что это зависит от отречения, которую я имею в виду. И продолжать тренировать, как всегда, и дать мне самое главное. Ну, вообще, Дениса Гусева я люблю больше, его бы я ела и ела. Каждый день Гусев, Гусев, Гусев. Топ-2, вот из Геона топ-2, мы вот самые красавчики. Я и Ромка. Круто там было в Конаково, столько фитнес-таких личностей там интересных. Ну, вообще, я как будто в отпуск там слетал куда-то. Ну, вообще, круто, мне понравилось. Я уверен, что настоящий фитнес-блогер должен быть не только отличным блогером, но еще в отличной физической форме всегда. Поэтому стремитесь, ребят, прогрессируйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за нами, за нашей трансформацией.